Миланская неделя Миланская неделя Миланская неделя Показ на Миланской неделе моды обойдется дизайнеру в крупную сумму. На шоу придется потратить от 300 тысяч до 2 миллионов долларов. Естественно, такими средствами обладает далеко не каждый молодой дизайнер. Несмотря на то, что в Италии модная индустрия составляет 11% всей экономики страны, а в фэшн-сфере задействовано около миллиона человек, здесь не налажена система финансовой поддержки начинающих дизайнеров. Получить место в официальном графике Миланской недели моды стоит больших денег. В США, например, легко найти спонсора. Это могут быть как алкогольные компании, так и автомобильные, сети отелей. Они воюют за то, чтобы ассоциироваться с молодыми талантами и гламуром мира моды. В Италии такие партнерства пока не популярны. Чтобы поправить ситуацию с молодыми итальянскими дизайнерами, 5 лет назад журнал Vogue учредил конкурс «Who is on next?». Основная миссия этой инициативы – открывать новые имена и поддерживать молодых дизайнеров. Этот конкурс дает молодым дизайнерам возможность найти свое место в мире моды. Мы не просто награждаем человека призом, а следим за тем, чтобы им заинтересовались байеры и стилисты. Несмотря на все эти усилия, признание среди победителей конкурса добился только дизайнерский дуэт Аквилана Ремонди. Да и то широкому обывателю имена дизайнеров Томмазо Аквилана и Роберто Ремонди ничего не скажут. Последними итальянскими дизайнерами, добившимися мирового признания, стали Доменика Дольчо и Стефана Габбана. Правда, в этом году их бренду исполнилось 24 года. В четверть столетия Италия не порождала новые таланты их уровня или слишком сильно полагалась на своих метров. Будущее нашей индустрии за молодыми. Как бы мы ни любили наших известных дизайнеров, без притока новых имен индустрия не будет двигаться вперед. А ведь мода всегда должна быть в движении. Свежая кровь держит индустрию в тонусе.